Всем привет! Снова здравствуйте! The Brush 7. Давайте в этом видео рассмотрим, как одеть нашего персонажа ракету. С Marvel что-то у меня не очень ладится. То штаны спадают, то майка не так, что-то там происходит с ней. Надо ещё разбираться, короче. Так что, пока по зебре пройдёмся. Здесь сделаем ему одежду. Вот такой вот енот, болванка, заготовка. С неё можно делать любую позу. Уже вы, наверное, по прошлому видео видели, что там получилось у меня. Очень люблю фильм «Стражи галактики». Особенно, когда динамит ракета Груту объясняет, какую кнопку жать, какую нет. Так, погнали разбираться. Сейчас я по сайту чуть-чуть его уменьшу. Вот так вот. Флур посмотрим. Всё нормально. И погнали. Сначала текстурку подрядим. Открываем текстуры. Заходим. И сейчас импортируем вот именно ту текстуру, с которой я работал в скульптуре с Альфа-6. Так, попробуем сделать, как в Марвелус, только в зебре, да? Как это у нас получится, посмотрим. Открываем вот такие вот ракурсы. Вот так в бок уберу. Отключаем глаз Z и работаем уже с нашей болванкой. Самое интересное, что вот в зебраж трудно вот именно шерсть вот эту вот сделать именно такую, как вот на вот этом вот, на этой картинке. Ну, будем стараться. Посмотрим, что да как. Так, что тут выходит? Давайте теперь поработаем маской. Уменьшу дровсайз. И вот надо всё это дело повторить. Сначала давайте штанишки ему прикинем. Вот так вот раз. Пробел передвигает. И вот так вот мы сделаем штанишки. Теперь экстракт. Уберём дубляж, как всегда, и подгадаем толщину вот именно вот этой модели. Так, ну, в принципе, пойдёт. Жмём ацепт. Появился новый саптул. Переключаемся на него, снимаем выделение. И снимем выделение сразу с модели, чтобы потом не забыть, не запутаться. Так, это всё дело есть. Ну, а теперь давайте отключим штанишки. И пройдёмся по майке. Опять же, дровсайз уменьшить. Можно симметрию X включить. И поработаем вот именно... Так, сначала вот отсюда сделаем полностью маскирование. Вот где-то вот от этих частей, от бёдер. Так, как там выходит. Вот где-то вот так вот маскируем. Верхнюю снимаем маску Ctrl-Alt. И теперь можно Ctrl-Alt. Вот это дело всё на маленькой... уменьшить дровсайз. И вот так всё это дело немножко подрисовать. Так, где-то вот так всё это выходит. И немножко вот здесь вот преобразим. Так. Ну, где-то вот такая вот майка. Вот эту часть ещё немножко можно убрать. Вот таким образом. Смотрим, что тут да как. Именно сзади тоже вот это можно немножко прибрать. Чтобы потом, когда будем вытягивать майку, уже нигде ничего не ломалось. Так, всё, делаем экстракт. Так, смотрим по плечи. Вот эту часть можно даже ещё немножко побольше сделать. Вот так вот. И чуть-чуть поквадратнее. Вот где-то так. Делаем опять же экстракт. Ждём. И будем сейчас работать со всем этим. Опять ацепт. Заходим на сапту. Снимаем маску. И смотрели тоже с ним маску. Чтобы потом уже не путаться. Так, теперь всему этому сделаем полиш. Это в деформации. Делаем полиш. Определяем, что да как. И вот теперь можно уже с помощью мофта Apology кисти, она вот здесь вот находится, моделировать с помощью симметрии вот эту майку. жмём X. Смотрим, как она у него и что. Вот так вот. Пойдём саптулы и немножко уберём вот именно на модели вот эту грудь. Сделаем её более вдавленной. Вот так, как у ракеты. Вот так вот. И теперь переключимся на майку. И уже с майкой можно тоже чуть-чуть поработать, чтобы она именно висела. Так. Вот таким вот образом здесь всё происходит. Сзади подберём. Вверх чуть-чуть приподнимем. Вот так вот. Здесь тоже она будет ровно висеть по телу. Вот таким вот образом. Вот что-то в этом духе. Вот вы видите, что и нот тут ровно стоит. Ну, в принципе, он так и должен. Можно немножко тут подкорректировать. Дело это всё замаскируем. Вот так вот. Делаем Ctrl-T. И с помощью ротации можно немножко вот так всё это дело подкорректировать. Вот так вот. И немножко поработать за головой. Так, Ctrl-I. И немножко ротацию. Вот так вот. Ну, вот что-то уже похоже. Теперь включаем майку. И уже майку можно подкорректировать. С помощью ротации тоже вот так вот. Раз. И с помощью MOV вот так её надеть. Так, это уже есть то же дело. Здесь припустим. Отпустим. Вот так вот. Так, здесь у нас будет хвост. Вот таким образом приподнять надо майку. Вот так. Потом складки тут сделаем. Вот так вот. Ну и давайте со штанами теперь поработаем. Штаны должны уходить чуть-чуть висеть. Где-то вот таким вот образом чуть-чуть назад их уведём. Здесь чуть-чуть расширим. Вот так вот. И вот эту часть уведём вглубь. Опять же корректируем. Вот так вот. Вроде всё классно. Всё пойдёт. Теперь на штанах надо сделать именно уже вкладки. Уменьшаем драфт сайз. Так, пардон. Давайте ещё сделаем вот такую штуку. На майке. Вот так вот делаем. Вот так вот. Чуть-чуть ниже ещё припустить. Вот таким вот образом. И чуть-чуть побольше вперёд так это всё вывести. Вот так вот. И Ctrl-Alt. Вот это вот ненужное. Надо почистить. Вот так вот. Вот теперь вот этой части делаем тоже экстракт. Дубляж отключаем. И тоже в тех же настройках делаем экстракт. Так, многовато. Так, вот так пойдёт уже. Ацеп жмём. Это будет задняя часть у нас. Мы её потом сошьём по шву. Вот здесь вот. Шов сделаем всё как положено. Так. Ну что, погнали. Посмотрим полигруппы. Назначим Ctrl-W. И назначим Ctrl-W. И первым делом давайте со штанами поработаем. Вот так. Вот эту часть маскируем. Делаем Ctrl-I. И надо её немножко уменьшить. В геометрии сделать чуть-чуть... Опа, пардон. Не в геометрии, поработаем, наверное, с Кайл. Симметрию отключим. И вот так вот сделаем. Теперь делаем Ctrl-I. Делаем Ctrl-I. Ctrl-W. Вот так. И делаем теперь Modify Apology. Mirror and Valve. Так. Всё это уже назначено. Это мы потом доработаем. Подключаем. Подключаем теперь Skylmove. И погнали теперь на Playbird. Вот этот. Делаем на двоечку, как всегда. Кому как удобно. Draft Size уменьшаем. И вот теперь можно это дело всё промоделировать. Погнали лепить. Так. Зайдём в Brush. Найдём Auto Masking. И включим Backface Mask. Чтобы у нас не ломалась модель. Вот эта вот сама. Чтобы внутри не рисовалась. Так. Так. По модели не рисует. Тоже это мы всё исправим. Samples. И включим вот эту вот SpotLift Project. Отключим. Всё. Теперь можно рисовать. И вот так вот моделируем складки. Draft Size чуть-чуть уменьшаем. Дальше. 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 Так, теперь можно назад включить и кое-где это дело все вот так вот углубить. Вот так вот и вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, в принципе вот складки намечены. Здесь вот можно чуть-чуть вот так вот паху прибрать. Здесь можно их сделать чуть-чуть более явными. И вот здесь вот так вот сделать чуть-чуть ровно. Вот так вот. Теперь вот эту часть с помощью мофтопологи можно вытянуть. Вот эту вот боковую вот так вот. И вот эту верхнюю тоже чуть-чуть вот так вот нижнюю чуть-чуть вот так приподать. Чуть-чуть вот так вот складки вниз если тянуть, то получается, что они типа опускаются. Вот где-то так вот так вот. Так, теперь Ctrl-Shift нажимаем на нижнюю часть нашу вот эту. Вот так вот так вот. Мы тоже подкорректируем. Типа это резинка. Так вот так вот. Вот так вот. Опять же, Draft Size можно уменьшать, прибавлять, это вы уже знаете. Так, смотрим, что у нас здесь опять же по кистям. Автомаскинг. Опять включаем Backface вот этот. И теперь можно включить опять же стандартную кисть. И опять назначить на нее вот этот Backface Mask. После того, как вы поработаете, не забывайте ее отключать. Так, вот здесь вот тоже резинку преобразим. Вот так вот. Все это дело убираем. Здесь немножко тоже можно где-то мелкие так попроводить. И теперь все это дело Shift выглаживаем. Вот так вот. И теперь с помощью зада можно вот эти вот немножко шишки вот так поприбивать. Если досконально делать складки, то, конечно, лучше искать одежду в интернете, на которой уже есть складки и уже полностью их копировать. Так, делаем опять же Mira and Well. Вот так. И немножко теперь ноги подкорректируем. Даже не ноги, а вот эти вот части. Ставим мофт Apology. Смотрим, что у нас симметрия отключена. Так что вот так вот раз. И вот так вот немножко можно все это дело поприбавить. Вот так вот. И вот это все кое-где выглядит. Потом это еще можно будет доработать. Вот так будет лучше. Так, теперь возвращаемся на майку и уже надо поработать с майкой. Майку чуть-чуть пониже. Вот так вот. И здесь вот так ее чуть-чуть расширим. Заднюю часть пока можно убрать. Ну и опять же Play Build Up. Brush смотрим, что у нас тут включено все. Draw Size поменьше. И погнали опять же тут теперь моделировать. Так же на складке стандартную кисть можно использовать. Уменьшить тоже интенсивность, чтобы понемножку наносить. Чтобы слишком переборов не было. И отдельная матрица. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... И маленький дровсайз, и большая интенсивность. Вот так вот. Аккуратно всё это кантуем. Вот так. И кантик подводим тут по плечу. Кстати, всё это можно сделать тоже в скульпте с альфа-6 неплохо. И потом добавим швы уже, когда это всё откорректируется. Так, что ещё нам нужно? Теперь вот эту заднюю часть включаем с помощью мов. Вот так её чуть-чуть передвигаем. Вот так, чтобы она выпирала. И теперь нам нужен вот этот именно кант. Сзади вот именно вот этот уже оформленный. Вот он. Теперь нам нужно именно боковой. Вот это всё маскируем. Так. Можно даже побольше замаскировать. Главного персонажа можно отключить. И теперь с помощью мофта Полоджи вот это всё дело потихоньку можно повытягивать вот так вот. Вот будет как будто шов дровсайз поменьше. И вот так, чтобы он не сильно выпирал. Тут можно его немножко хорошо подкорректировать. Вот чуть-чуть дровсайз побольше регулируйте. И вот так всё это делаем. И что такое? Так. Сэмплс. Так. Включаем. Теперь делаем деформацию и делаем релакс чуть-чуть. Вот так вот. Релакс сделали. Теперь давайте именно опять поработаем стандартной кистью, только засад. И маленький дровсайз. Что ты не хочешь рисовать? И вот так вот где-то чуть-чуть чего-то добавим. Вот таким вот образом. Вот здесь уже есть складка. Вот её нужно просто чуть-чуть повторить. Продолжить. Вот до сюда вот так. Немножко дровсайз поменьше, интенсивность побольше. И здесь вот так вот можно прибавить мелких складок. В принципе, должно смотреться классно. Так. Всё это дело вроде хорошо. Теперь надо вот эти вот подкорректировать части. Именно подвести с помощью мофта Apology. Вот так всё это дело. Вот к этой части подводим. Вот так вот. Так, смотрим, как тут сверху всё выглядит. Так, Ctrl-Z. Делаем Ctrl-W. Одну полигруппу. Смотрим, что тут двигается, что да как. Автомаскинг, багфейс, маск отключаем. И уже без него корректируем. Вот таким вот образом. Всё прикольно. Теперь Clay Builder. Делаем более-менее нормальную. И вот так всё это дело. Чуть-чуть проводим. Вот так вот, пускай будет. А здесь вот так вот тоже проведём. Вот таким вот образом. В саптулах теперь включаем модель. Смотрим, что тут да как. Так, где-то что-то вот так вот можно прибрать с помощью вдавливания, чтобы не маячило и не обрезать. Так, сзади со спиной нормальная. Делаем теперь в геометрии мира MQL. Так, немножко ещё надо поработать со спиной. Вот здесь вот добавить немножко складок. Кисть побольше и вот так вот. Ctrl Z. Интенсивность поменьше на двоечку. И немножко вдавливанием сделаем. И опять же Mirror and Well. Так, теперь переключимся на саму майку. Вот эту. И немножко. Немножко где-то что-то тоже добавим складок. Уберём вот эту грудь. Она тут не нужна. И немножко вот так вот побольше на груди. Типа здесь вот так вот всё уморщенное. Вот так вот. Типа здесь вот так вот. Так, что-то в таком духе получается. Здесь немножко сейчас преобразим. И немножко всё это выгладим. А вот эту часть, где хвост, надо немножко побольше пожмахать. Вот так вот. Таким вот образом. Вот так где-то. Потом в процессе ещё хвост добавится. Уже можно там будет больше что-то подкорректировать. Где-то что-то подвести. Так, ну и немножко давайте уведём вот эти плечи. Включим мофт Apology. Вот так вот. И добавим вот эту складку тоже. Проводим вот так вот маской. Тонкую делаем полосу. Делаем Ctrl-I. И уже здесь можно по ней просто провести именно стандартно. Или клейберт, или шов. Уже кисть шва наложить. Вот так вот. Так, Ctrl-Z. И немножко всё это дело выгладим. Назначим Ctrl-W в полигруппу. И вот что у нас получается. Теперь с этим можно чуть-чуть уже поработать. Ctrl-D. Вот так вот. Теперь можно переключиться на тело. И добавить пардон вот эту вот вставку. Вот так вот поменьше её делаем. И вот так где-то её вытягиваем. Делаем Ctrl-W. Так, наверное, Extract опять сделаем. Жмём Accept. Переключаемся на модель. И с этой модели снимаем тоже маску. Так. Ну и теперь вот здесь она пусть и будет. Вот так вот. Делаем ей Ctrl-D. Ну и добавим типа шва. Вот так вот. Ctrl-I. И теперь зайдём в деформацию и нажмём Inflat. Так, чуть-чуть прибавим. Вот так. И сделаем Polish. Вот так. Вот такая будет прикольная со швом. Так, теперь вот здесь ещё немножко надо подкорректировать подмышками вот эту часть. Вот так вот. Так, ну в принципе вот такая получается одежда. Теперь можно всё это дело объединить. Сначала Ctrl-W. Опять Ctrl-W, чтобы потом работать с полигруппами можно было с одеждой. И Ctrl-W всё назначаем. Ctrl-W. Ну и в принципе вот эту часть можно объединить с майкой. Майку всю можно объединить. Merch down. Окей. И Merch down. Окей. Вот такая штукенция. Станы пусть будут отдельные. И всё это можно ещё прибавить. Окей. И pis. Ну вот, что-то в таком духе получается одежда ракеты. Её, конечно, ещё можно подкорректировать. Где-то складки более сделать точными, где-то работать, и будет всё классно. Добавить швы, опять же, раскрасить и уже применить на модели. Всё, всем пока, до свидания.